У меня в моём гороскопе, так называемый, Шанидеф — это вообще первая персона, так называемая. Но дело в том, что я не вижу себя, кроме саморазвития. И Шанидеф приносит проблемы только тем, кто эгоистично стремится к своим желаниям. Но он помогает тем, кто находится на пути эволюции. Поэтому то, что для кого-то Шанидеф — это вот садисат, вы наверняка слышали, эта пугалка — семь лет, ой, как бы только пережить, ой, все эти кошмары. Но только потому, что в этот момент происходит эволюция, и им это не нравится. А они любят, когда болоться, тихо, спокойно, вата вокруг, бульбушки, и вот такая тишина. Шанидеф не видит их, да? Итак, Настя, скажите, пожалуйста, что там у нас с вопросами? Какие самые актуальные? Так, есть вопросы. Довольно большое количество. Андрей, подскажите, пожалуйста, верно ли, понимаю, что чем больше человек желает и получает так называемых положительных эмоций в виде смеха, радости, ощущения счастья, любви, на концертах, на отдыхе, играх, просматривая фильмы, развлекательный контент, к нему обязательно придут столько же отрицательных депрессия, боль, ненависть, слезы, разочарование. А после негативных отрицательных снова придут позитивные, положительные условные эмоции в том объеме, в котором пришли отрицательные. И чем больше одних, тем больше будет других. Сильнее в одну сторону раскачиваем качели, такой же будет и обратка. И этот замкнутый круг можно разорвать только ровно и спокойно воспринимая и те, и другие эмоции. Не гоняясь специально ни за теми, ни за другими. Такой вот большой вопрос. Да, я понимаю, понимаю очень хороший вопрос, благодарю автора, потому что я расскажу свою историю, или как я осознал определенные важные вещи. Много лет тому назад, когда я еще был подростком, я совершенно случайно попал на одну встречу, где довольно продвинутый парень отвечал на вопросы. Их даже было два этих парня, и они по очереди отвечали на те или иные вопросы. И вот на один вопрос, когда он ответил, пример такого же характера, то есть сколько радости нужно в жизни, как к ней прийти, ну то есть счастье, радость, любовь, вот как все хотят, да? И он ответил примерно следующее. Примерно, потому что я слышал этот ответ, ну, наверное, скоро 30 лет будет, то есть в начале 90-х годов. Он сказал следующее. Есть, говорит по Писаниям, одна метафора. Она заключается в следующем, что если вот на этой планете взять все радости и все горести, и в течение жизни человека их совместить, то получится ноль. То есть радости ровно столько, сколько и горестей. То есть чем ты активнее погружаешься в какое-то переживание чувственное, тем больше у тебя будет проблем. Это вот как, знаете, вагоны, которые прикреплены друг к другу. Но, естественно, в жизни мы, хотим или нет, мы будем жить так, когда какие-то радости будут проявляться не по вашей воле. То есть пришло к вам какое-то ощущение. Вы его даже не звали. Оно к вам пришло само. Но с пониманием к нему отнеситесь. Как пришло, так и уйдёт. То есть не нужно себе горести какие-то искать. Хотя в текстах описывается, что демоны таким образом добивались огромной власти. Они себя помещали в самоограничение. И в этом самоограничении достигали прям невероятных вершин. В конечном итоге у них появлялось такое количество энергии, что они могли реализовать многое. Но, отвечая на вопрос у данного автора, попробуйте сами не искать себе приключений. То есть если вы думаете, как это принято… Настя, напомните, пожалуйста, какие-то желания, что они с желанием… Марафон желаний, по-моему, называется, да, у них? Не помните, как? Да, проводят марафоны желаний, курсы, как достичь желаемого. Ну, разные названия. В основном, да, марафон желаний. Рисуют какие-то карты желаний, чтобы вот и то, и то, и то. И вот всё это исполнилось, и это всё было… Медитируют на этом. Ребята, это опасный путь. Я обращаюсь в первую очередь к йогам. Если вы хотите дружить со своей головой и не впадать потом в крайности, то постарайтесь максимально аккуратно относиться к тому, что вы желаете. Задайте себе вопрос. А вы уверены, что это вы желаете? И если ваш ум вам скажет, что да, это вот я хочу, попробуйте отмотать немножко свою жизнь назад и вспомните, что вы желали в детском садике, что вы желали в школе. Вспомните там свою первую любовь, которую вы желали. Если уже прошло лет 30, попробуйте посмотреть на эту любовь. Вы уверены, что вы этого хотели, как это ваша любовь сейчас живёт? Я просто много историй на эту тему слышал, что люди, которые кого-то желали, потом думали, как хорошо, что меня пронесло, что только не это, а когда-то это было желанное. Ну, много таких историй на самом деле. Поэтому, ребята, постарайтесь, если вы опять-таки йогой планируете заниматься, постарайтесь не тратить свои ресурсы, энергию на то, чтобы желать. К вам и так придёт ровно то, что необходимо. Даже тогда, когда вы будете не хотеть этого, оно будет приходить. И, к сожалению, в жизни так часто бывает, что вы какое-то количество лет желаете, 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 потом эволюционно уже выросли, а к вам приходит то, что вы желали, когда ещё даже не понимали, что вы желаете. Таких много случаев. Поэтому живите спокойно, размеренно. Главное — спокойно относитесь к тому, что к вам будет приходить. И тогда всё будет гармонично. Более того, я вспомнил про этот разговор, что довольно продвинутый парень ответил так вот фундаментально. Меня это просто… я понял глубиной этого ответа. Радости и горести, они в жизни, даже если не вот в этой конкретной жизни, а сейчас в этой жизни вы гонитесь за радостями, но в будущих жизнях придут горести. Это взаимосвязано. Посмотрите, вот этот яркий такой пример, отрицательный, когда наркоманы сначала стремятся к этим наслаждениям, а потом ужасно страдают. И мало того, что они сами страдают, а сколько они горя приносят людям вокруг. Поэтому, ребята, крайне аккуратно нужно относиться к желаниям. Вспомните, пожалуйста, вот я вам приведу два примера. Сейчас это две такие мировые религии, буддизм и христианство. И там, и там примерно одно и то же было. Когда Иисус Христос пошёл в пустыню и пытался предаваться аскезам, перед ним появился кто? Мара. Ну или там его иначе называют в христианстве. Искуситель, да. И он его искушал чем угодно. Говорит, я тебе сделаю царём всего мира. Только оставь свои аскезы, пойдём в страсти обратно. С Будой Шакимуни была та же самая история. Тот же самый искуситель пришёл к нему и говорит, ты чего здесь сидишь? Пойдём в страсти, я тебе сделаю всё, что угодно. Я тебе предоставлю самые великие желания, которые только может быть. Только оставь свои аскезы, оставь своё отречение. Одинаково. Я более чем уверен, я пока слабо знаком с Исламом, но я думаю, в Исламе то же самое. Какие-то такие события, когда искушение могло стать причиной потери какого-то уровня. Сто процентов это должно быть. Я просто слышал от этого знакомого, что примера такой же было, но пока сам не читал. Если кто-то из наших зрителей более-менее компетентен в Исламе, если вы понимаете, о чём речь, что когда кто-то кого-то искушает, и отказаться от этого искушения — это духовный подвиг, то напишите, пожалуйста, в комментарии. Лучше даже сноску дать, где это описано, я обязательно почитаю. Настя, надеюсь, мы ответили на этот вопрос про искушения, что с ними нужно быть крайне аккуратно. Да, благодарю. Но тут продолжение вопроса. Следом у меня возник ещё один вопрос на эту же тему. Андрей, ещё вопрос созрел. Если человек берёт на себя аскезы в этой жизни, практикуя на коврике, в чём-то осознанно себя ограничивая, то не случится ли откат в обратную сторону, а именно стремление к наслаждению в этой или в следующей жизни, так же по карме, как обратка аскезам? На личном примере испытал не раз такую вещь с практикой голодания, например. После очередного голодания может такой жор напасть. Следуя предыдущей логике, необходимо так же не загонять себя в аскезы, чтобы не пришли желания наслаждаться, а потом опять в аскезы. И так по кругу. Благодарю. Что касается жора после каких-то самоограничений, это распространённая проблема, у многих ребят она проявляется. Значит, пока вы на себя берёте, как говорят христиане, епитимью больше, чем нужно. Например, вы неделю голодаете, а потом жор приходит. Но возьмите вы три дня или один день, начинайте с одного дня. В системе саморазвития эти дни называются или у пасадхи, или, как он называется в йоге-то. Настя, напомните, пожалуйста. Пасадха? Экадаши. А, Экадаши. Не, Экадаши. То есть в йоге это Экадаши, в буддизме это дни у пасадхи. То есть когда ты берёшь голодание, чаще всего в полнолуние. Причём, почему именно в полнолуние? А потому что в этот период максимально обостряются чувства человека. И вот для того, чтобы их достойно пережить, берут такую епитимью, как говорят христиане. Так вот, просто не делайте сразу больших вызовов для своих страстей и желаний. На вас нападают те самые страсти, которые изголодались. Вот если вы не смотрели ещё видео про лярвы, забейте в поиске в YouTube, например, «Лярвы Андрей Верба». Или, ну да, «Лярвы Андрей Верба», и вы увидите там, у нас четыре целых видео подборки на эту тему, где мы очень подробно рассматриваем этот вопрос. То есть, поверьте, не перегибайте палку, просто постепенно, 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 постепенно. И на определённом этапе, если вы опять-таки йогой будете заниматься. А что делает йога? Давайте я вам в двух словах объясню. Желание кореняться в чакрах и каналах человека. То есть пока вы живёте и не занимаетесь самим собой, у вас обязательно будут страсти в той или иной форме. Это взаимосвязано. От этого, к сожалению, никуда не уйдёшь. И более-менее аутентичные школы йоги, они как раз работают с проблематикой этих страстей. Потому что до тех пор, пока человек не выйдет из власти страстей, он как марионетка. Почему я сказал «аутентичные» и «адекватные»? Потому что сейчас на рынке услуг всё чаще и чаще появляются школы, которые говорят, «Йога? Да это вообще, чтобы здоровье было получше». И в жизни реализоваться по-классно. И чтобы наслаждения у вас были такие густые, жёсткие такие. Ну просто вот недавно мне ребята с Украины переслали ссылку на одно течение. Ну в Украине там такое громкое название, не столь важно. Они просто жгут, что называется, напалмом. Ну то есть такой бред, который они из сутр, не они, а их как бы основатель вытащил из сутр Патанджали и оправдывает разнузданность желаний, это бред вообще. Ну то есть это вот видеть в книгу и видеть совсем другое. Ну это как такое возможно? Ну это возможно. А все эти курсы тантры, где давайте наслаждаться побольше, ребят, это просто говорит о том, что вы со своими каналами не разобрались, вы даже не понимаете, что такое свобода от желаний. До тех пор, пока вы не прочувствуете, аналогию приведу. Вот представьте, что у вас заорганы, которыми вы воспринимаете запахи, они у вас настолько забиты разными сильными одеколонами, духами, что когда вы попадаете в чистое пространство, где нет никаких запахов. Для вас даже это странно. То есть вы даже не можете понять, что отсутствие каких-то раздражителей ваших тех или иных как бы внешних объектов или скантах, как говорят буддисты. Это благо. А людей посадили в такую клеточку, как вот белочку, где она переступает, белочка, с палочки на палочку и как бы бежит. И вот каждая эта палочка — это страсти. Со страсти на страсть, со страсти на страсть. И они еще мечтают об этом. Просто с учем. Если вы будете заниматься йогой, к чему я это все подвожу? У вас постепенно выработается определенный иммунитет к тем лярвам, которые вас пока насилуют и используют. Ребята, понимаю, что я говорю очень такие неинтересные вещи, потому что мир сейчас стоит на плотном ногах страстей, желаний и наслаждений. Но дело в том, что пока вы являетесь рабом своих страстей, вы не свободный человек. Вы не сможете жить так, как ваш разум вам рекомендует. А вы будете жить так, как вам рекомендуют ваши чувства и ощущения. А это рабство, это не свобода. И в принципе, адекватные школы йоги, они на этом и стоят. Что ты должен избавиться от страстей. То есть ты должен победить свою апановаю, чтобы она твое сознание вниз постоянно не стаскивала. Это как бы путь, который проверен тысячелетиями. Невозможно достичь духовной зрелости, предаваясь бесконечно страстям. Как раз таки духовная зрелость приходит в отсечении страстей. И об этом говорят все более-менее адекватные линии передач. Это правда. Добавьте, Настя, что вы хотели сказать. Вы, получается, сейчас пропагандируете совсем не модное течение, совсем не гидонистическое. То есть вы предлагаете идти по более сложному пути, скучному, нежели легко и быстро купить себе за небольшие деньги билет на марафон желаний и осуществить свои желания. Ну, Настя, давайте объективно. Это же лохотрон. Но как осуществить желание, купив какой-то билет? Они что, не понимают, что делают? Желание можно проявить, когда у вас будет достаточное количество энергии. Купить это невозможно. Да, к сожалению, вот такая картина. Ну, возможно, тот, кто послушает этот эфир, то он не купит никаких таких подобных курсов и будет прикладывать уже самостоятельно усилия. Тут вот дополняют… Будем надеяться. Да, тут дополняют, что это говорил Пушкин, круговорот движения Вселенной равен нулю. То есть если есть радости, то столько же будет и горестей. Ну, вот к тому, что вы рассказывали. Следующий вопрос. Как научиться различать, когда ты возвращаешь своим действиям кармический долг, а когда завязываешь новый узел? Очень хороший вопрос. Благодарю. Это фундаментальный вопрос. Пожалуйста, попробуйте его сейчас спокойно выслушать. Есть два критерия. Когда вам приятно, мягко, и вы наслаждаетесь, вы усугубляете ситуацию в своей энергии и в своей карме. А когда вам жёстко, неприятно и дискомфортно, вы освобождаетесь от того, что когда-то к себе притянули. Это вот ровно то, о чём мы говорили. Наслаждаясь, жди гостей. Все изменения негативные, которые происходят, удивительно, пожалуйста, тоже внимательно выслушайте, люди бегут от негативного. Много лет тому назад я первый раз столкнулся с взглядом довольно серьёзного практика на то, что такое хорошо и что такое плохо. Не буду рассказывать долгую историю, там не все поймут. В общем, там было одно негативное событие, такое, которое, ну как, ну неприятное. И не для одного человека, а там для определённой группы людей неприятное событие. И он говорит, очень хорошо. Я подумал, что он сошёл с ума, потому что это противоречило, ну просто здравому смыслу, как может быть негативное событие очень хорошо. потом только через год и мне дошло, что на самом деле, когда люди помещаются в такие дискомфортные условия, они эволюционируют, а вот когда они в вате находятся, они деградируют. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, вот максимально популярно, когда вы наслаждаетесь, вы завязываете, усугубляете свою карму. Это не шутки. Я говорю для большинства, кто-то может сказать, Андрей, ну как же так? Вот есть там линии, которые пропагандируют наслаждение как естественную форму жизни. Да, действительно. И есть такие течения, которые говорят, что с помощью наслаждения можно конвертировать энергию. Совершенно верно. Есть такое. Просто нужно учитывать, на каком уровне развития находятся те, кто имеют ровный вкус к наслаждению. То есть оперировать наслаждением как инструментом могут те, кто совершенно безразлично на него это наслаждение смотрит. А если вы неофит, который еще, не знаю, давайте объективно, не будем объективно, а то мы в такие дебри уйдем. Ну в общем, если человек пока не может контролировать свои страсти, страсти из него сделают раба. Я недавно на ретрите, у нас зимой с ребятами-преподавателями был личный ретрит, и я там перечитывал в очередной раз одну книжку, называется «Христоматия по шести йогам Наропы», и там описываются разные практики, которые можно использовать для достижения дополнительной энергии, например, или огня, внутреннего огня. И там говорится, это очень опасная практика. Ей могут заниматься только те, кто ей могут заниматься и подразумевается, кто практикует это из жизни в жизнь. В противном случае, если вы без опыта в своих прошлых жизнях попробуете нырнуть в эти чувственные практики, мир животных вам гарантирован. То есть это прямая цитата. Мир животных вам гарантирован. Да, Настя? А вот есть такое тоже мнение сейчас распространённое. И человек может оправдать вот эти свои желания познать там тайные уже какие-то высокие ступени йоги, оправдывая тем самым свои желания, страсти, что «А вот пространство» ему так говорит или «Ему пришло откровение во время медитации». То есть есть ли какой-то критерий, чтобы распознать это фантазии человека или это действительно что-то сущностное? Должен ли быть у такого человека, который вступает на довольно опасную тропу тайных знаний, авторитетный учитель, который подтвердит, что да, это пора или не пора? Может ли человек самостоятельно брать на себя, прочитав ту же книжку, которую вы, допустим, читали, такой ответственности вступать на довольно опасный скользкий путь? Благодарю, Настя, что вы именно так сформулировали вопрос, потому что вы на самом деле уже и ответили. То есть если у человека нет духовного наставника, который действительно компетентен, лучше не лезть в наскользкие чувственные рельсы. Все эти откровения в 99% случаях вас разведут. Ещё раз повторюсь, не все, наверное, поймут, что говорила Настя. Сейчас у нас много курсов по медитации садятся, прикрывают глаза и раскрывают… Что они там раскрывают, Настя, не напомните мне? Ну, в общем, что-нибудь раскрывают любовь ко всему сущему и так далее. Они молодцы, но они иногда начинают слышать якобы от этого пространства какие-то конкретные шаги, которые он якобы готов уже предпринять этот практик. Ох, Настя, как я много видел таких продвинутых практиков и как печально они все завершали. Вы знаете, вот я поэтому и говорю, в 99% случаев, если человек лезет в этот омут, голос свыше ему сказал или, как говорят там, астральный гуру или мой учитель на тонком плане, в 99% случаях вас разведут. Ребята, это не шутки. То есть, когда вы только в медитации начинаете воспринимать информацию, имейте, пожалуйста, в виду, на той стороне, кто вам эту идею посылает в сознание, с вами забавляются. То есть, это равносильно, что вот без спроса вы пришли на какую-то тусовку и вот вы такой красивый. Да, вам там очень просто скажут, чтобы вы просто им не мешали, пространство не портили своими умственными флюидами. А вам скажут, да вот иди вот туда, сделай то-то, и они просто таким образом вас убирают из своего пространства. С одной стороны, да. С другой стороны, проверяют вас на адекватность. То есть, если вы пока еще неадекватный человек, вы сто процентов побежите, потому что это еще и чувственно, это вообще и замечательно, и там парадигмы такие существуют, к сожалению. Поэтому, ребята, крайне аккуратно относитесь к тем страстям, которые вам в вашем сознании или голоса, у кого-то голоса могут быть. Кто-то полностью уверен, что это озарение, это просветление, вот так нужно делать. Я это понял. Почему я так красноречиво и пытаюсь энергично вас отговорить? Ребят, ну я сам попадал в такие ловушки, когда вот полностью осознание, что так нужно делать, хорошо, благо, у меня тогда ресурсов даже не было, притворять в жизни какие-то глупости. Но через это все проходят. И найти такого человека, которому ты будешь доверять настолько, что ты придешь к нему со своим откровением, а он его в пух и прах разобьет и скажет, глупый или глупая, даже не лезь на своем уровне туда. Поэтому, надеясь, вот кому суждено было, вы услышали то, что мы пытались вас отговорить. Не спешите, особенно если это приятно. Вот хороший пример. Если то, что вам советуют сделать, теоретически будет приятное, скорее всего, это болото. Оно такое мягкое, в него так заходишь, оно так, знаете, вот как приятная ванна, тепленькая. В одной книжке Будда очень хорошо привел аллегорию. Он привел пример лианы и дерева. Когда маленькое семя лианы падает под дерево, дерево смотрит и думает, о, какой-то новый друг. И потом эта лианка начинает потихонечку расти по этому дереву, щекоча дереву. Дереву это нравится. Но потом лиана становится мощнее и мощнее. Она вгрызается своими корешками в это дерево и его буквально душит. Вот точно так же страсти поступают человеком. Извините, пожалуйста, что мы такой долгий анонс как бы сделали. Но я постоянно с этим сталкиваюсь. Вот недавно опять как бы там одни знакомые преподаватели и преподавательницы опять полезли в эту тантру. «Ребята, что вы делаете?» Ну почему? Сколько вам не говори, вот в ушах пробки. Ну почему? Потому что шансов, что вылезете вы потом оттуда в адеквате, ну практически никаких. Вы с собой сначала разберите, разберите со своими каналами. Научитесь в подмассане хотя бы сидеть пару-тройку часов. Успокойте ум в медитации. Потом туда идите. Да, буду жить. Настя, давайте дальше. Хорошо. Да, говорите, пожалуйста, что вы хотели. Хотела просто вспомнить. У меня все образы из сутр Палийского канона. Вот на эту тему рекомендую читать сутры Палийского канона. Там очень часто тоже эта тема поднимается. И невероятно авторитетной личностью, такой как Будда Шакьямуни, просветлённый учитель, и он сравнивал вот эти состояния эйфории, состояния наслаждения, соприкосновения с чувственными какими-то объектами, желаниями, как огромная яма, полная горящих углей. И вот туда человека помещают заживо. Вот настолько это должно быть страшно для разумного практика, пока ты не готов вступать на путь вот этих удовольствий, тантры и так далее, то есть тайной, сладкой какой-то такой таинственной йоги. Также он это сравнивал, что как будто этот человек идёт с большим сухим букетом цветов и трав против ветра, и этот букет, он горит. И вот он говорит, представьте, что станет с вашими руками, с вашим телом, какие, возможно, смертельные ожоги вы получите. Вот это то же самое, идти на поводу своих материальных желаний и наслаждений в материальном мире. И вот таких примеров большое-большое количество в сутрах, поэтому очень рекомендую ознакомиться с ними. И вот тут ребята тоже пишут сейчас в прямом эфире, что прекрасно жить без страстей, без страстей жить скучно или как? Ну то есть человек хочет понять, это вообще возможно, жить без страстей. И ещё прочитаю. А вы попробуйте. Ну давайте, я пока отвечу на этот вопрос. Я тоже видел его на экране, когда он воспроизводился. Ребят, ну попробуйте достичь состояния пожить без страстей, хотя бы какой-то промежуток времени. Сразу предупрежу, в городе это очень сложно сделать. То есть это необходимо сделать в определённом уединении. Если вы почувствуете вкус бесстрастной жизни, это будет самое яркое ваше воспоминание, потому что именно в этом состоянии вы почувствуете другие качества самого себя, другие грани своей Личности, только в бесстрастном состоянии, когда вы равносно воспринимаете реальность. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Попробуйте, и вы всё поймёте. Надеюсь, вам в этой жизни получится это пережить. А если наслаждаешься занятиями хатха-йогой? Вот о таком наслаждении тоже вопрос. Определённая эйфория может быть действительно на коврике, когда у вас энергия начинает двигаться по каналам, вы можете чувствовать очень приятные ощущения. Это факт. Но поверьте на слово, это на начальном этапе пути. Потом, когда вы будете осваивать асаны и продвигаться дальше, вы поймёте, что аскезы намного более ощутимы как результат, чем какое-то переживание чувственное, которое вы в той или иной асане можете получить. Это другое качество восприятия. Это как тонкий аромат. Вот есть грубый аромат, и он вам может нравиться, а есть тонкий аромат. Тонкий аромат, он всегда более эстетичный, более гармоничный. Да, и вот недавно на днях встретила сутру, называется виды чувств или разные виды чувств. И там Будда как раз сравнивает приятные чувства наслаждения от обычных материальных каких-то вещей, связанных с пятью органами чувств, которые всем нам известны, и также удовольствие, которое возникает, тонкое удовольствие, как вы сейчас говорите, которое возникает в медитации, сосредоточении в тхьянах или там занятиях хатха-йогой. И Будда говорит, сам Будда говорит, что вот степень вот этого удовольствия тонкого, она несоизмерима больше, в огромное количество раз больше, нежели удовольствие, которое человек воспринимает от пяти органов чувств. Только вот это удовольствие от пяти органов чувств, оно губительное в сравнении с тонкими видами удовольствий. Почему называется удовольствие? Потому что там уже отсутствует страдания, поэтому называют удовольствие. Хотя это тоже грубое название Будда упоминает, но тоже вот такой тонкий вид удовольствия. Возможно, это кого-то замотивирует тоже заниматься. Не все понимают, что им нужна эволюция. Большинство людей, особенно женщины, думают, что они пришли в этот мир наслаждаться. Большинство нормально, но даже йога не для всех. Это нормально. Если вы сможете кому-то из вашего окружения донести эту, казалось бы, простую мысль, что мы рождаемся на этой планете не для удовольствия, счастья и любви, попробуйте хотя бы посеять зерно мудрости в сознании, этот человек постепенно, постепенно он к этому сам придет, возможно, в далеком будущем, но когда-то, даже, может быть, в зрелые свои годы, он задумается о том, для чего он живет и какой результат получит. Поэтому не будьте тоже равнодушными, я ни в коем случае не говорю навязывать, а поделиться информацией. Может быть, казалось бы, совершенно случайно, да, вот случайно кто-то увидит этот эфир или эту запись, которую мы сделаем, надеюсь, и он подумает, ой, какие они странные вещи говорят. Действительно, это так, ребят, когда вы находитесь в страстях, когда вы одержимы страстями, то, что мы сейчас говорим, это вообще какой-то бред. Как это так? Вы стараетесь, вы притягиваете к себе любовь на этих картах желаний, счастье. Ну, думать же головой нужно, ну вы что в самом деле? Вот есть мир, в этом мире два килограмма счастья, давайте вот так. И вот есть люди, допустим, какое-то количество, и эти два килограмма счастья, в принципе, придется разделить на всех. Почему вы думаете, что вот именно вам, избранному, эти полтора килограмма достанутся, на всех остальных по 500 грамм, на всех остальных раздать и всё? Нет, ребят, за всё придется платить. То есть не стремитесь вы к тому, что вам кто-то навязал. Разберитесь в этом, кто вам навязал эти цели и почему. Когда вы разберетесь, поверьте на слово, у вас может реально просветление случиться. Благодарят за знание, но ведь терпеть боль всё время невозможно, значит, когда-то должно прийти понимание принятия боли, а следом благодарность, верно? Зачем боль терпеть? Боль, она как таковая, только до тех пор вокруг вас будет существовать, пока у вас есть причина этой боли. Когда причина будет преодолена, боли не останется. Те же самые асаны, которые к вам будут приходить, которые проблемные, вот если вы особенно йогой занимались, наверняка знаете, сначала асана проблемная, потом вы её осваиваете, а потом вы идёте ещё дальше, потому что этой асаны уже вам не хватает для получения вот тех самых ощущений преодоления, которые были в самом начале. Поэтому рост такой определённый. Поэтому не переживайте, если у вас более-менее аутентичная школа йоги, в которой вы занимаетесь, вы последовательно будете преодолевать определённые ограничения, будете расти. И тут вопрос по поводу вот этих голосов в медитации или озарений у начинающих практиков. Может ли подобный голос в медитации использовать практика как энергного донора по сбору энергии, указывая ему на то, что нужно делать в реальности? Диктуются техники, места с посещением и так далее. По-моему, вы уже ответили тоже на этот вопрос. Так и происходит в 99% случаях. Допускается ли при медитации опираться спиной на спинку стула или находиться лёжа, например, как в шавасане? Такие методики появились и в Индии их пропагандировали именно для европейцев, которые не могут сидеть. То есть, если человек не может по какой-то причине сидеть, ну да, ему говорят, да ты хоть ложись, хоть лёжа попробуй получить хоть какой-то опыт. Для чего? Йога Нидра. Для того, чтобы… Ну, та же самая Йога Нидра это чисто западный продукт. То есть, это продукт придуманный для тех, кто не может сидеть, а не лежать способны. Сейчас, особенно, кто в практике Йога Нидры закидают меня сейчас эмоциональными пушинками какими-то. Ребята, ну я говорю жёсткую правду. В аутентичных школах Йога Нидры не было. Она предназначалась для тех людей, кто, возможно, как в Айшу живёт, но у них ножки там опановая такая, что они вообще вот так вот сидят. Спина сгорблена так, что он не выпрямится. Ну тогда да, прислоняйся, отклоняйся, упирайся на что-то. Допустимо. Главное, если вы сможете регулярно заниматься хатха-йогой, даже в тяжёлом случае вы сможете достичь более стабильной асаны. В идеале вы не должны поддерживать спину ничем, для того, чтобы энергия у вас двигалась, чтобы сознание более-менее адекватно работало. Объясню, о чём речь. Считается, что когда спиной вы опираетесь на какой-то предмет, допустим, на стул, у вас перекрывается ток энергии сзади по спине. То есть он как бы не то, что перекрывает совсем, но ему энергии сложнее подняться. А если до головы энергия не будет доходить, вы не получите тот опыт, который вам необходим. Я продолжаю? Да. А разве без страстей возможен тот же технический прогресс? Ведь многие научные открытия, которыми мы сейчас пользуемся, сделаны одержимыми страстями людьми. Да, совершенно верно. И более того, даже тепло в наших квартирах поддерживается одержимыми страстями людьми. Это происходит по двум причинам. Если вам в этой жизни суждено деградировать, в будущих жизнях я имею в виду, то вы будете отрабатывать всё то, что сейчас это страстные люди для вас делают. Но есть более лайт-версия. В прошлом вы всё это уже отработали, а в этой вы уже, что называется, пожинаете плоды, не обеспечиваете себя теплом, но с помощью йоги вы можете поменять энергию. Более того, когда человек пытается разобраться с собой, он не только себе помогает, но и окружающему миру. Поэтому страстные люди, услугами которых вы пользуетесь, или там якобы научные достижения от страстных людей, такой уровень развития на данном этапе. Но возможно и эти люди, которые сейчас в страстях, они будут эволюционировать. Понятно, что мы можем сказать, Андрей, ну как, вы живёте, все мы, вот йоги, да, такие вот чистенькие, вы живёте за счёт страстных людей. Совершенно верно, так и есть. И давайте объективно смотреть на вещи. Но только благодаря тому, что это или прошлое, или наше будущее. То есть мы переживаем свои собственные усилия, которые уже или были осуществлены, или будут осуществлены. Не более того, будет какое-то изобретение или не будет, это не от страстей зависит. Наоборот, возможно, не все знают. Поинтересуйтесь, пожалуйста, вот допустим, какое-то научное огромное открытие. Кто его создаёт и как? Я вас уверяю, в большинстве случаев люди, которые создают что-то, они сами себя ограничивают невероятно. То есть у них кроме детища своего, которое они, допустим, изобретатель изобретает, у него, кроме него, нет ничего. Допустим, узнаете, пожалуйста, как ракеты в космос отправлялись в Советском Союзе. Почитайте, пожалуйста, историю жизни. Был такой учёный, Королёв, у нас, не помню, как зовут, но в общем, легендарная в Советском Союзе Личность была. Вы просто узнаете, как ему пришлось жить, через что ему пришлось пройти и где они работали, изобретая те же самые ракеты, в каких условиях и почему. Ограничения ужасные были. То есть аскезы были ужасные. Это когда он чудом выжил, да? Говорите, это когда какому-то благодаря чуду буквально выжил. Леонов, такой космонавт, рассказывал, что ему Королёв рассказывал устно, потому что он говорит, ну, такое рассказать никто не поверит. Его по обвинениям совершенно абсурдным посадили в лагерь, и в лагере бы он сто процентов умер. Лагерь — это тюрьма такая, знаете, гулаг так называемый. И Королёв там сидел. И он говорит, там всё, просто смерть уже была, и случилось, говорит, реальное чудо, которое его спасло. Он шёл в сильный мороз из пункта А в пункт Б на территории этого лагеря, и перед ним на дороге завёрнутый в полотенце, вот как на Украине называются рушнык. Рука. Рушнык, да. Вот что такое. Потому что Королёв, насколько я понимаю, он корнями тоже с Украины был. И он говорит, я увидел в этом рушнике булку белого хлеба, которой невозможно было ниоткуда взяться. Это реально чудо какое-то было. И он говорил, что благодаря этой булке хлеба я буквально, физическое тело его выжило. И много ещё событий было, которые буквально чудеса какие-то происходили вокруг. Но ещё раз повторюсь, если учёных поместить в комфортные такие условия, я вас уверяю, изобретения будут совсем другие. Настя? Благодарю, что поделились. Видимо, в тех аскезных условиях там уже практически бесстрастно стал человек и бесчувственный, и, наверное, уже какие-то другие тонкие инструменты восприятия этого мира стали открываться. Можно секундочку? Да, действительно, не совсем, наверное, правильно поймут. Я ни в коем случае не призываю создавать себе жуткие условия или учёных помещать в трешовые условия для того, чтобы они изобретали. Я вам просто конкретный привёл пример учёного, который открытие совершал или не то, и не только он. Ту же самую атомную бомбу, когда создавали, я ни в коем случае не оправдываю. Я просто говорю, что учёные работали в адских условиях, в жутких ограничениях, и они изобретали. Я по себе знаю, если нужно написать какой-то большой текст, да ты поешь, как говорят, от пуза, наешься, отдохни, а потом сядь писать. Да ничего ты не напишешь, чтобы написать, ты должен быть, мягко говоря, в тонусе. Но это правда. Поэтому, ребята, вот когда вы думаете, что когда будет всё ватное, замечательное, молочные реки, кисельные берега, и вот тогда, нет, тогда, возможно, ничего и не будет. Цените те ограничения, которые у вас сейчас есть. Тут вот пишут, ребята, давно не видел таких хороших практикующих, которые реально говорят о важных вещах, а не то, что обычно подают под духовностью и так далее. Вопрос. Нет ли противопоказаний у шанг-пракшалана для кормящих матерей? Ну, такой вопрос. Есть противопоказания, но вам лучше посмотреть, сейчас много информации, а ещё лучше со специалистом посоветоваться. То есть, что будет для кормящей матери, если она сделает шанг-пракшаланом? Сами подумайте, что будет с вашим ребёнком. О шанг-пракшалане нужно было думать немножко раньше. Если вы хотите очистить кишечник, сейчас существует множество возможностей без шанг-пракшалана это сделать. Если вам действительно так нужно, там отравились вы или ещё что-нибудь. Да, есть способы очищения для кормящих матерей, но они отличаются от обычных. Поищите. В натуропатии есть такие возможности. Я начинаю думать, что мы живём в демонической цивилизации, в Кали-Югу. Можно ли? Вы только начали… Секундочку, Настя. Ну, вы что, только догадались? Ребят, я открою вам тайну. Мы живём в Кали-Югу полностью в демоническом мире с точки зрения классической ведической культуры. Вот как в ведической культуре рассматривают миры, у нас сейчас техногенный демонический мир, где на первом месте находится эго человека, где стремления к наслаждениям навязываются, материализм по максимуму и так называемая демократия, которая на самом деле никакая не демократия, такая иллюзия для этого электората, который якобы должен на выборы ходить. С точки зрения ведических писаний наш бы мир охарактеризовали как демоническую цивилизацию. Это факт. Такой вопрос. Можно ли жить, питаясь только одними фруктами? Кому-то возможно можно, кому-то нет. В аюрведе очень четко проводятся разграничения между четырьмя типами людей, но там их больше на самом деле, там смешанные еще композиции бывают. Но три основных доши, которые выходят из равновесия и три типа людей, они по своей природе будут питаться иначе. Кто-то может на фрукторианстве довольно хорошо жить и возможно даже довольно долго в зависимости от вашего региона, от вашего иммунитета, ну и от других многих факторов. Да, это микрофлоры в кишечнике. То есть должна быть серьезная подготовка к такому типу питания сразу никто не рекомендует переходить на фрукторианство. Можно продолжать? Да. Шавасана как практика расслабления. Сидя тоже все можно расслабить? Имеется в виду, что лежа можно расслабиться, а сидя тоже возможно? Нет, конечно. Шавасана с точки зрения расслабления после физической нагрузки это асана. А про йога-нидру и еще что-либо мы говорили как с точки зрения инструмент работы с умом. Это немножко разные вещи. Расслабиться это одно, а получить опыт это другое. Объясню, в чем суть. Когда человек расслабляется в шавасане, у него энергия растекается и у него нет того самого фонтана энергетического, который бы его сознание переместило на более высокую чакру для переживания более тонкого опыта. Настя, как вы думаете, поймут люди, если объяснять такие вещи, зрители наши? Я думаю, кто-то поймет очень даже хорошо. Кому-то, возможно, непонятно, кто еще с чакрами. Хорошо, тогда я объясню. Смотрите, попробую максимально просто объяснить. В зависимости от того, через какую чакру ваше сознание выйдет в тонкий мир, вы получите отличный опыт. Нижние миры туда лучше не выходить сознанием. Это будет трэш, вам не понравится то, что вы увидите. Поэтому йоги стараются, сидя, энергию максимально поднять, допустим, с помощью паранаямы сначала, и потом эту энергию они как на лифте свое сознание как можно выше в более высокий мир вынести и получить сущностный опыт. Для чего? У всех по-разному разные аргументы, для чего они этой практикой занимаются вообще. Но начинающим йогам рекомендуется посетить какой-то более-менее совершенный мир, чтобы на своем опыте подтвердить, существуют иные миры. Существуют миры, куда теоретически ты можешь переопатиться, как более негативные, так и более позитивные. Это совершенно нормально. То есть убедиться на собственном опыте, что это возможно. Возможно, более продвинутым практикам в медитациях получается искать ответы на те вопросы, которые он сам не может разрешить. Например, бывают в жизни такие ситуации, когда нет у тебя рядом такого человека, кому ты сможешь задать невероятно тонкий вопрос и он сможет на него ответить. Вот нет у вас такого человека. А те, которые говорят, что я отвечу, у вас возникают сомнения, насколько он действительно сам разобрался в этом. Поэтому определенные медитации и путешествия по другим мирам необходимы именно для этого. То есть накопление опыта или поиск ответов на какие-то вопросы. И вот для этого необходима сидячая поза. в шавасане это сделать очень сложно. И хочу добавить, пользуясь случаем, может, вы как раз расскажете о предстоящем мероприятии Випасаны, где будет как раз возможность у людей погрузиться и успокоить ум. Будем надеяться на эти майские праздники, ближайшие, которые будут, по-моему, с 28 апреля по 8 мая, будут выходные дни в России, по крайней мере. И мы на эти дни будем проводить в Ярославской области Випасану или Випашинную, как её называют на Востоке, методика погружения в самого себя. Крайне редко. Мы два года уже не проводили такие мероприятия. Если кто-то желает, по-моему, уже сделали объявление, количество мест немного, сразу предупреждаем, у нас в Ауре не так шикарно, как было раньше. У нас там пожары были определённые, там демоны подсуетились, в общем, очистили нам пространство от определённой кармы, поэтому мы там сейчас отстраиваемся заново. Но, тем не менее, вы можете приехать и пройти Випасану, пройти ту методику, которую, возможно, и в своих простых жизнях тоже практиковали. Мест мало, но они пока ещё есть, так что можете подать заявку и вас, возможно, запишут. На сайте Оумру, да? Семинары в разделе. Благодарю за объявление. Я так понимаю, вы будете одним из ведущих ретрита. Совершилось. Многие ждали. Сейчас, секунду. Это будет хорошая Випасана. Мы два года оттачивали разные методики. У нас будут небольшие изменения, надеюсь, в лучшую сторону во время этой Випасаны. И, надеюсь, эти изменения не пройдут бесследно для участников. То есть вы сможете получить какие-то тонкие опыты в познании самого себя. То есть эти два года мы не бездельничали. Мы прикладывали усилия, чтобы последующие Випасаны проводить на качественно новом уровне. И для этого прикладывали много усилий. Как вы относитесь к голоданию на 2-3 недели? Какой эффект оно может дать? Многие люди говорят, что хороший эффект. Я не практикую сам голодание длительное. у меня другая совершенно конституция, другой ритм жизни. Я живу не для того, чтобы получить сейчас какое-то очищение или какой-то тонкий опыт. И наоборот, сейчас себя, так сказать, много событий вокруг, которые делают участником которых я являюсь. То есть события, которые облагораживают этот мир и помогают людям в той или иной области. Поэтому вам лучше обратиться к компетентным специалистам. И если вы смотрите с точки зрения Айурведы, еще раз, заметьте, голодание, длительное голодание не для всех. Кому-то, если человек готов, подготовил свой кишечник, потому что что значит голодание? Когда вы будете, мягко говоря, пережигать и перепить все то, что у вас накоплено. То есть сначала перед голоданием нужно очень хорошо подготовиться. Это важный момент. И ищите специалистов хороших. Не тех, которые прошли курсы и сейчас обучают других, а те люди, которые много лет на этом пути и вы им будете доверять. Благодарю. Тут такой вопрос по поводу курса. Извините, если не в тему. В начале месяца написала по поводу записи на интенсивный курс в июле, но ответа не было. Это значит отказ или еще не успели ответить? Спасибо. Наверное, не успели ответить. Там же есть телефоны, ну поймите, где вы подаете заявку, там всегда есть контактный телефон или почта. Или позвоните, задайте уточняющий вопрос, или напишите по почте письмо, вам обязательно ответят. Такое же чудо появления хлеба, когда дети кричали и плакали от многодневного голода в войну. Бабушка рассказывала, вот кто-то тоже делится подобной историей. Причем, насколько я помню, этот хлеб даже он нашел горячим, теплым в этом рушнике. То есть удивительно. То есть он говорил, что это было невозможное явление, то есть вокруг было, ну мягко говоря, минус 30 и все такое, и откуда это? То есть в том регионе такой муки даже не было, чтобы такой хлеб испечь, невозможно было. Здравствуйте. Можно и нужно ли доверять своей интуиции, подкрепленной внутренними ощущениями? Всегда рекомендуется применять здравомыслие. То есть ваша интуиция это один показатель при, как бы, один фактор при принятии того или иного решения. Вы должны то же самое, то, что вам подсказывает интуиция, найти в текстах, древних текстах, проверенных временем, не тех, которые написали там гуру тантры современные, которые там пропихивают то, что многих превратит в будущих жизнях в животных многих. Ещё раз повторюсь. И третье это мнение компетентного человека. То есть ваше мнение в текстах подтверждения и какой-то наставник, учитель или духовидец какой-то, которому вы доверяете, он подтвердит ваши предположения или вашу интуицию. Полагаться только на свою интуицию, что это будет всегда в плюс для вас, я бы не рекомендовал. Особенно если это интуиция на чувствах замешаны, там будут большие проблемы. Вот мы опять-таки затронули так называемую тантру. Я часто наблюдаю похожую ситуацию. Просто недавно, когда мы узнали, нам знакомый один написал ситуацию, что на Украине происходит, там большое движение, где они эту тантру продвигают. И что такое тантра? их понимание. Это близкие взаимоотношения разных людей друг с другом, там меняются партнерами, ну в общем такое. Как это называется, Настя, скажите, пожалуйста, когда меняются партнерами? Сбингерство. По-моему, да, да. Ну такой в кавычках прогрессивный взгляд. И я потом посмотрел на того человека, кто это продвигает для своих адептов. И я-то прекрасно понимаю, что он-то на самом деле, так он является инициатором этого прожигания, он является тем, кто получает энергию от них. Они прожигают, а он получает энергию, потому что он их мотивировал. Но есть одна проблема. Для него в этой жизни это благо. Все события, которые вокруг него находятся, они имеют подоплеку или прошлого, или последствия будущего. Или его в прошлом так разводили, и он отдавал кому-то энергию, а сейчас он прожигает. Или в будущем ему придется быть теми, кого будут так искушать, мягко говоря, и они пойдут сливать энергию. Почему я так на это акцентирую внимание? У нас в клубе уже несколько раз были такие заходы, когда мудрые такие ребятки думали, что ой, да тантра, семьи распадаются, давайте тантру практиковать. Если бы я своими глазами не видел, к чему это потом приводит, как люди отягощаются. Метафора такая. Огонь второй чакры очень легко разжечь, но потом невероятно трудно погасить. И те, кто разжигает, потом, поверьте на слово, на верхних чакрах им будет уже очень сложно находиться. К моему большему сожалению. Да, действительно, я останавливаю, как бы, предупреждаю, что, ребята, не спешите туда, наломайте дров вы еще себе. Тантра, она не вам нужно сначала десятилетия в йоге с собой разобраться, своей энергией, прежде чем смешивать ее с кем-то другим. Конечно, я понимаю, сейчас говорю совершенно непопулярные вещи, и кто-то будет говорить, Андрей, да что вы там глупости какие-то говорите, а что, семьи распадаются. Я просто разговаривал с одной девушкой, которая подняла флаг тантры и говорит, семьи распадаются, поэтому давайте тантрой заниматься. Ребят, семьи распадаются не из-за этого совсем. Множество причин. И без всякой тантры их распадается еще больше. Как раз таки йога позволяет этим семьям лучше прожить. Просто люди не задумываются о том, каким последствиям придут, когда они свою свадхистана-чакру разработают, а что потом будет. Так вот, к чему это все говорю. Из наших зрителей, допустим, вот это видео посмотрят несколько тысяч человек. Из нескольких тысяч человек, три человека, например, услышат то, что я скажу предупреждение, не спешите туда. Пройдет десять лет. Так вот, из этой тысячи человек большинство проживут, как все. Эффект их жизни будет, ну, как вам сказать, как у всех, нормально проживут. Но эти трое, которые ограничат себя в разнуздывании своей свадхистана-чакры, они сделают больше, чем эта тысяча человек, все вместе взятые. Вот о чем я пытаюсь говорить. И это распространяется не только на эту жизнь. Эти три человека, они перевопотятся намного более адекватнее. Поймите правильно, если вам суждено пережить какие-то страсти в этом мире, вы их все равно переживете, никуда вы не денетесь. Просто вопрос в том, на каком уровне будет находиться ваше сознание, когда вы эти страсти будете переживать, и какие последствия будут для вас, когда вы эти страсти сольете свою энергию. Для большинства, кто идет в так называемую тантру, это речь просто про слив энергию. Если вы со своей энергией не разобрались, да никогда вы не разберетесь с энергией партнера, ну поймите правильно. Извините, пожалуйста, что я так просто в очередной раз, когда сталкиваешься с глупостью людей, и более того, когда еще и другим мотивирует, ой, как это все чувственно и замечательно. Давайте, Настя, Так. Есть ли какой-то положительный момент, когда человек позволяет себе мечтать или моделирует что-либо? Это все лишнее и приводит к заблуждениям? Если ваши мечты связаны с определенной эволюцией вас и вашего окружения, наверное, это достойно. Но, допустим, если это мечты о том, что принесет благо, не в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной, но лучше не мечтать, потому что вы мечтами на своем уровне развития создаете определенное будущее. И очень много примеров, когда человек на определенном уровне развития мечтает об одном, потом эволюционировал и к нему приходит то, что он себе намечтал, а он уже понимает, что это полный трэш, он был глуп, что это желал вообще. Поэтому лучше жить так, чтобы не мечтать, но достойно переживать то, что к вам будет приходить или как вознаграждение или как наказание. И в первом и во втором случае вы должны достойно себя вести. Настя? Почему некоторые писания говорят, что человеческий мир — это наказание, а некоторые о том, что человеческое рождение — это великая заслуга, например, бодхичария Аватария, как его звали-то? Шантидева. Шантидева, да, извините. Когда он её читал в Наланде, вы просто поймите, кому он читал и кому он говорил. Он говорил только тем, кто всю свою жизнь посвятил саморазвитию, самосовершенствованию. Это действительно благое рождение. Иметь благое рождение, когда у тебя есть инструмент для самосовершенствования — это благая карма. Это действительно благая карма. Но иметь человеческое рождение и не иметь инструмента к развитию, а прожигать как все жизнь — это наказание, ведущее к деградации в последующих рождениях. Это очень важно, поймите. Кому обращался Шантидева, говоря такие слова? Но большинство миров, и в текстах конкретно говорится, когда боги понимают, что им придётся перевоплотиться в мир людей, они начинают рыдать, потому что они понимают, что это полный трэш. Как здесь легко манипулировать сознанием? И многим манипулируют. Человек рождается в условиях, когда ему говорят, «Так, родился, ты в такой семье родился, всё, твоя вера такая, ты попал». Никакого выбора. То есть никто никого спрашивает, «Ты родился, всё, мы мясо ели всегда, будешь есть мясо теперь» и так далее. Но поймите, как бы человек, который рождается, у него редко очень спрашивают его мнение, не потому, что он глупый, а так принято в этом мире, к моему большому сожалению. Настя? Сфера чувств здесь. Как вы относитесь к мудрым? Руки и пальцы сложены в определённых положениях. Хорошая практика, эффективная, которая даёт действительно изменение энергии. Если человек чувствующий, то есть он ощущает ток энергии, то с помощью мудр он может влиять на ток энергии в своём теле. Это большая наука мудрых. Это факт. Можно ли это найти в интернете, информацию о мудрах? Насчёт интернета, вы знаете, найти там можно многое, но сколько будет адекватно и не факт. Лучше ищите специалистов, которые в этом специализируются. Благодарят вас, Андрей, за знания. Тут спрашивают, какого числа родились? Неважно. Вообще астрология наша современная, она настолько убогая. И вот астрологи, которые визжат, у меня с Сатурном, Шанидевом всё великолепно. Все, кто визжат, что это трэш, а для меня это благо. Поэтому у меня всё хорошо, не переживайте. возникает вопрос, почему же для вас это влага, то, что для других это сложное время? Ну, потому что это факт. То есть у меня в моём гороскопе, так называемый, Шанидев, это вообще первая персона, так называемая. Но дело в том, что я не вижу себя, кроме саморазвития. И Шанидев, он приносит проблемы только тем, кто эгоистично стремится к своим желаниям. Но он помогает тем, кто находится на пути эволюции. Поэтому то, что для кого-то Шанидев, это вот, ну, садисатем наверняка слышали, этот пугалка «семь лет, ой, как бы только пережить, ой, все эти кошмары!» Но только потому, что в этот момент происходит эволюция, и им это не нравится. Они любят, когда болотся, тихо, спокойно, вата вокруг, бульбушки, и вот такая тишина. Шани не видит их, да? Давайте дальше, Настя. Благодарим. Алла тут добавляет, что при очистительных процедурах кормящим мамам токсины от чистки могут также пойти в молоко, и для ребенка это будет неблагостно. Ну, конечно. Так, разрешите еще вопрос. Осознанный сон, это, что это с точки зрения йоги? Можно ли назвать его внутренней практикой? Если вы в прошлых жизнях этим занимались, то да, это будет практика. В идеале вы должны жить так, что вот у вас есть эта реальность и есть реальность сна. И вы в момент засыпания вашего тела вы переходите из реальности в реальность. И там в идеале заниматься саморазвитием, путешествовать по мирам, это тратить энергию, становиться властелином какого-то иллюзорного мира и там творить. Это тратить энергию, это глупости. То есть те, кто говорят, что они там созидают, ваяют во снах, ребят, вы просто жизненную энергию вкладываете в песок, который разрушится. Бессмысленно. В йоге-сновидении занимались в основном йогой. Почитайте йога в Асишту. В некоторых случаях йога-сновидение использовали как оружие. Сейчас, к сожалению, уже последует порядка, наверное, пяти-семи лет мир снов — это поле битвы. Это не потому, что я про шизофрению сейчас говорю, и я там в шизофрению какую-то пошёл, и вам какой-то бред говорю. Нет, ребята, уже во снах действуют организованные группы, причём в разных странах. И это реальность. Если вы пока ещё далеки от этого, считайте, что рано или поздно вам придётся заняться своими снами или кто-то займётся вами во снах. Одно из двух. Вам придётся эту тему изучать. Рекомендую не посещать какие-то курсы развития способностей, а читать более-менее адекватные тексты и искать специалистов, которые действительно специалисты. Благодарю за ответ. По крайней мере, то, что я слышал о тех семинарах, которые проводят там «Мы научим вас быстро осознавать себя во сне». Ну, отлично. А дальше что? Погоня за страстями и желаниями во сне? Ребята, это несерьёзно. А там-то возможностей больше реализовать своё желание, чем в этой реальности. Так проблема в том, что они там энергию оставят, в этой жизни ничего уже не будет. Пожалуйста, внимательно, кто осваивал или осваивает или планирует осваивает мир снов, поймите, пожалуйста, правильно. У вас энергия может проявляться одинаково, как в этой реальности, так и в той. И чем больше вы там будете желать и реализовывать, тем меньше в этой реальности у вас останется энергии. То есть там вы будете шах, такой халиф на час иллюзорный, на целую ночь вы будете властелин всего, а здесь вы будете полный лузер, это по-моему называется, да? Ну короче, вот человек, который просадил уже всё, то есть здесь он бутылки собирает для того, чтобы хлеба купить, а там ваяет иллюзорные воздушные замки. Вот это очень плохо. Если уж вы будете заниматься йогой снов, то, пожалуйста, учитесь там практиковать. Миларепа, в 100 тысячах песен Миларепа книга есть такая, забейте на сайте, сайт называется milarepa.ru, там эта книга полностью выложена, можете взять её и скачать, и читать там. В одном из диалогов с одним буддистским философом, он был буддист, догматик и недалёкий человек. И когда Миларепа с ним спорил, он говорил, вы спите, как обычные люди. То есть вы вообще не понимаете даже, чем вы занимаетесь. И значит, получается, Миларепа и серьёзные практики, они не спали, как обычные люди. И это очень серьёзно, поймите. Практикой можно очень хорошо заниматься во снах. Настя? Ну, получается, что сон — это тоже тантра, тантрическая йога, и мы тут с Андреем сидим, и как в той сказке «Не ходите, дети, в Африку гулять». Ну, что делать? Ну, а что делать? Я видел людей, которые там гении, а здесь лузеры. Ну, и зачем? Благодарю, что... Ещё хуже, когда... Сейчас, секундочку, ещё хуже, мне искренне жаль тех людей, которых используются для достижения корыстных целей третьих лиц. Такие тоже сейчас есть. Очень жаль. Ребята, вы даже сами не понимаете, какую яму вы копаете себе не только в этой жизни. Благодарю, что и другую сторону показываете этих интересных мистических направлений и течений. Такой вопрос. Можно ли быть на 100% здоровым в наше время? Наверняка. И наверняка есть люди, у которых животное здоровье такое, муладхарское, такое вот прям просто кровь с молоком, что называется. Здоровье — это одно, а что с головой у человека? Вот это вот уже другое. поговорка, о которой говорят «в здоровом теле здоровый дух» на самом деле это первая часть поговорка. Есть второе продолжение «в здоровом теле здоровый дух», и там два вариации. Или есть большое благо, или есть большая редкость. И, к сожалению, часто люди не ценят своё здоровье или не могут контролировать те животные энергии, которые в этом здоровом теле приходят. Они становятся рабами энергии, к сожалению. Их шумяк.